Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день, приятного просмотра. Привет, друзья, Али Баба, привет, Али Баба, Чадашкундура, сегодня я сделал видео, маленькое вышло, Наталья, Натали, привет. И сегодня мы начинаем возле Чадашкундура наше видео, сейчас я пройдусь по центру, выйду на Клеопатру и кому обувь интересна, кто приезжает, вот видео сегодня только сам, сам, первый раз прям сам смонтировал, да. Папа Али, Али, дядя Али, в общем вся семья вас ждет здесь и приходите, кто приезжает, сейчас и вулкан здесь, брат Али, семья целая, естественно, как всегда. И что видео вышло, вот только-только вышло. Заходите, смотрите, кому интересно. Сегодня у нас суббота, вчера было очень холодно, сегодня тепло немножко вернулось и это радует. Еще раз показываю, кто до сих пор не знает, как найти Чадашкундура. Люди, вот он, вот он, а вот тут вот пятничный рынок находится, вот, там де-факто первая линия, выйти на нее минута. Вот автобусы все, которые с Манавгата, с Конаклы, Авсалар, Махмутлар тоже, вот все приезжайте, вот она уже автостанция и вот он Чадаш. Так что, кто сейчас здесь, приходите за обувью, приезжайте. Сейчас посмотрю, ходит ли четверка, которая идет на Клеопатру, ну, на крепость смысле. Пустынная автостанция без туристов, тут автобусы грузятся, Манавгатка, Наклы и все людей нифига нету. Сейчас посмотрим, четверочка, либо уехала совсем недавно, не стоит даже четверочка, вроде не видно. Здесь она обычно, может быть, вот эта вот, четверочка. Сейчас посмотрим. Автобус на Тюрклеров, Салар, Инжи, Кума, Куджалар. Это у нас семерка, четверки нету. Все, идем пешком тогда на Клеопатру. Котейки тоже вчера отбалдевшие от холода, сегодня все наслаждаются солнцем. Мы на Дамладаш находимся. Сейчас очень тепло и классно, и видео много будет сегодня с Клеопатрой, посмотрите, кому интересно. Ну, вы видите, сколько людей загорает, купается. Несколько человек буквально видел с браслетами, а так, в основном, в основном, либо местные, либо живущие здесь с браслетами людей немного. У меня уже реально жарко, я походил по солнцу. Сейчас, видите, по тенечку иду, отдыхаю от солнца. Даже поверить не мог сегодня, когда проснулся, увидел солнце и понял, что снова можно одеть шорты. Я был просто в приятном шоке, радостном. Много людей просто вот сидят, как бы наслаждаются солнцем, даже в одежде. Ну, а в общем, людей очень-очень много, потому что за два дня реально просто все заскучились за солнцем. Просто соскучились за солнцем, которого не было два дня. Сейчас попробую, не люблю я к людям приставать, но попробую у кого-нибудь найти туристов браслетных и взять у них мини-интервью, если согласятся. Время к пяти часам ближе, и здесь у меня сейчас получилось взять интервью отельных туристов из Перми. Спасибо вам большое. Отдельное видео с ними выставлю. Немного людей, на самом деле, было на пляже с браслетами. Все, что спасибо, что не отказали. Давайте пройдем по парку и выйдем к Леопатрии туда. Посмотрим, что там, сколько людей. Это уже или третья, или четвертая часть у нас, я не знаю какая. Я имею в виду большие части, которые по 10-15 минут будут. Так, ну, в принципе, пляж я вам уже показал. Все, давайте идем по паркам гулять. И тут очень много сегодня людей на траве просто. И даже реально не верится, что вчера было так холодно. То есть, ну, вообще просто сложно вам передать, что такое 18 градусов. Вот сейчас холодным ветром и скапывающим дождем. Сейчас же 23 градуса абсолютного комфорта. На солнце они больше, чем 23, потому что даже вспотело. Я даже не могу поверить в то, что было вчера. Вернее, два дня без солнца. Это вообще просто, как будто это не здесь было. Так что, если кто-то там посмотрел, два дня мое видео. Теоретически, как бы, сезон закрыт, да, пляжный. Но практически, если вы хотите купаться, если вы, если вас не пугает 23 вода и 23 воздух, то для вас продолжается комфортная погода. И сезон для вас, конечно же, продолжается. И в декабре тоже будут такие дни, когда будет и на улице 23. Ну, вода будет 21, наверное. Чуть-чуть, конечно, поостынет она. Людей так, в общем, все равно немного. Но хотя сейчас все на солнце сидят, в основном, возле моря. В лавочках котельки у нас на посетках. Какой красивый ты. Да, красивый. Красивый. Сейчас потом еще пройдемся, наверное, во второй кошачий домик сходим. Сейчас идем к Леопатрии. Ну, вот туристов сразу, видно, они легко одеты. Вот тут от солнца сейчас отошел. Здесь уже, да, здесь уже не 23, здесь где-то 21. Сейчас без солнца. Ночью будет, возможно, тоже 18. Но это ночью. Поскольку у нас сегодня в 8 комендантский час, то ночь нам не страшна, чтобы мы не замерзли, но сделали комендантский час по ночам. Сейчас посмотрим, пройдем ли мы на фуникулера. Вот тут туристов из отеля спрашивал про комендантский час. Никто толком им ничего не объяснил даже. Дело в том, что еще, ну, когда только его с самого начала объявили, еще не было известно о том, что туристам можно выходить в комендантский час. Сейчас же уже это стало известно. Но им вообще, я так понял, никто ничего не объяснял. Так что, кто турист, пользуйтесь уникальной возможностью. Ходите смотреть, что происходит во время комендантского часа. В Оланье, не только в Оланье. В фуникулере была музыка, пришлось выключиться и придется монтировать. Теперь, блин. А может, совмещу это видео, скорее всего, с кусочками, где я еще начал снимать сегодня возле ЧАДАШ. Наверное, сделаю одно большое видео. Сувениры тоже уже почти все. Чуть не ляпно ушли на пенсию, ушли на этот, на отдых. Сезон типа закончился тоже, людей мало. Клеопатра. Солнце свете, я ничего не вижу. Что ж, меня музыка повсюду преследует. Хотел там пройти, там тоже музыка. Тут что-то спортивные площадки почти пустые. Я не знаю почему. Может, вечером будет больше людей. Может, сейчас все на море. Время около пяти часов вечера. На детской площадке много людей. Процентов из них восемьдесят русскоязычные, живущие здесь. Очень много. Продолжение следует... Продолжение следует... Люди сидят, ждут заката. Людей довольно много по всем пляжам. Туда, в ту сторону тоже. Просто сидят, наслаждаются солнцем, ждут заката. Купаются, конечно, далеко не все. Есть люди в куртках в осенних. Там вот сидят. Сейчас вот такое время, когда одеты могут быть все совершенно по-разному. Все зависит от того, как человек воспринимает. Для кого-то 23 – это жара, для кого-то 23 – это холод. Пошли, Клеопатра с тыла. Вạ,hertz. Пошли, Клеопатра с тыла. Пошли, Клеопатра, 40,000,000. то что рестораны не работают создает тоже пустынную такую обстановку если рестораны работали тут довольно много людей бы сейчас было сидела бы в каждом из них потому что на центр клеопатра но поскольку рестораны не работают только на вынос с 10 до 8 часов после 8 я так понимаю что на вы нас станут сегодня проще комендантский час после 8 короче все рестораны стоят пустыми я забыл название отеля с видом на аквапарт я в нем был даже не помню как он называется пусто видите практически везде продавцы только возле магазина и все это мы отошли буквально 50 метров от территории аквапарка все спортплощадки закрыты полиция сейчас всех разгоняет площадок даже с теннисных столов а я и забыл кстати да я не знаю насчет детских площадок сейчас посмотрим поедут ли они туда но спортивные площадки все получается закрыты сейчас и теннис получается тоже играть нельзя полиция отвежливо всех просила выйти спортивные площадки и теннисистов тоже это я точно читал по этим законам всем ограничительным что собственно поэтому и не было здесь много людей потому что они все знают что запрещено пользоваться спортплощадками а вот тренажерами и детскими площадками я не знаю детские площадки там ничего не было и про парки про зоны отдыха сейчас посмотрим будет ли полиция сюда ехать также все кто сидит на лавочках без масок вот они прям ездят сейчас останавливаться возле каждой лавочки ну скорее всего сидят иностранцы без масок их не штрафуют на возле каждого останавливается и делают замечание что люди без масок сейчас здесь едут они в эту сторону сейчас посмотрим будут ли будут ли людей отгонять от тренажера потому что но это спортивная площадка считается даст тренажерами это детская площадка как бы зона отдыха немножко как бы разные вещи выходе если спортплощадки могут закрытыми быть то обычные зоны отдыха с детскими площадками могут работать много людей видите тоже дети как одета вот парень парень закаленный не знаю а местный или наш наш живущий здесь сейчас может абсолютно отличаться одежда кто-то ходит в плавках кто-то ходит в осенних куртках фонтанчик не работает тихо так спокойно классно тоже все мы там подростки даже ходят мимо сейчас полиции без масок и до 2 девчонки и заставляют одеть маски вот тут сейчас в основном наше все почти стопроцентная заполняемость рассказочными детишками живущими здесь местных явно меньше вы видите спортивной площадке возможно тоже сейчас будут разгонять тоже всем делают замечания полицию не снимая не очень стоят и ругают местных людей у которых маски на руке на локте все одевали маски ну с качели я смотрю тоже попросили сойти на качелях были тоже все русскоязычные из качели попросили полицейские освободить качели то есть но я не знаю говорит ли это о том закрыты ли детские площадки я только про спортивные площадки читал вот сейчас пока они там стоят тоже сейчас возле 2 качели тоже попросили сойти с качели будут ли сейчас всех полностью разгонять с детской площадки пока не знаю в общем эти антиковидные ограничения конечно неприятные но чё ж поделать раз такие законы приняли интересно полиция проехала не знаю может они местным что-то говорили на турецком что на лавочках тоже нельзя сидеть хотя сомневаюсь про лавочки тоже ничего не слышал дело в том что допустила все сразу после того как полиция уехала зато на площадке снова люди надо или закрыть ее или повесить что а так видите предупредили люди опять вернулись но не вернулись а новые наверное пришли ну еще может быть даже не все знают про вот эти ограничения может даже про комендантский час который сегодня с 8 часов вечера про него еще тоже наверняка не все даже слышали наверно а 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